Вау! Так, сегодня утро, я выхвал, навел тренировку, заодно посмотреть местные виды. Сейчас посмотрим, что есть в окрестностях. Тренировка, кстати, получилась начать. Поздно достаточно, чтобы около семи ее начинаем, потому что тут поздно светает. Я предлагаю, потому что бухта прячется от солнца за горой. На горах кататься здесь, по такой местности, дико красиво и приятно. А во-вторых, тут сплошные горы. Подъемы и спуски то вверх, то вниз. Тренировка будет отличная. Сейчас я еду по полуострову Каши. Тут в кругом всякие модные виллы, немножко модных местевых отельчиков. Я сейчас даже остановился, чтобы подснять этот потрясающий вид. Виллы, спускающиеся с горы, с балкончиками, с бассейнами. С видами на море, на восход. Очень живописно кататься. Очень живописно, а главное, очень эффективно. Из этих гор повсюду. Мне казалось, я сейчас поеду по равнинной части города. А тут равнина все равно, сплошной холм. И надо еще вон на ту гору забраться будет когда-нибудь. В один из дней. Посмотрим. Надо только дорогу найти. Там подогринчик у нас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пилить в гору. Посмотрел тут, значит, по карте, куда мне дальше ехать. Там написано, что ты должен проехать, ну, в смысле я, через такой панораму, каш-панорама называется. Ну, прикольно. Вон, думаю, вряд ли каш-панорама находится на уровне моря. И действительно, а хоже мне надо заесть в очередную нехилую горку. Вид потрясный отсюда. Просто что-то с чем-то. Вон туда на ту горку я поднимаюсь, судя по всему. Поехали. Скотишь в последней горы, мне что-то стало мало, а я подумал, что бы не заехать на еще одну горку. Вот я только что был на уровне моря, а сейчас уже поднимают его отсюда. Там наверху вроде должен быть какой-то вью-поинт. Доеду, посмотрю. В общем, доехала на черную гору, только не до конца. Я решил, что вот здесь прекрасная точка с видом, на которой самое время развернуться и поехать обратно домой на завтрак. Потому что я сегодня уже проехал много горок, и вот эту горку мне не одолеть в ближайшее время. На эту горку я приеду завтра с утра свеженький, с гелями, с запасом воды и изотоника. Вообще, у меня обычно тренировка занимает где-то порядка 90-100 километров. Сегодня я проехал всего лишь 30, но еще осталось домой доехать, километров 5-10, но все равно. Я не понял, чтобы я так сильно укатывался, во-первых, а во-вторых, чтобы у меня были такие безумные эмоции. Тут так красиво, так потрясающе, такие виды роскошные и такие интересные трассы кругом. Это прям рай для велосипедировок. Что самое удивительное, я сегодня не встретил ни одного велосипедиста. Бегунов видел достаточно много, а от велосипедиста ни одного. Сейчас поем от этой горки вниз будет вообще такой лютый набор скорости. Сегодня вторая попытка полазить по горам. Вот. И я вот залез на ту гору, на которой я в прошлый раз, позавчера закончил. Закончил я в прошлый раз где-то вот там вот, а сегодня я решил начать отсюда, где вот перешейк. Такой отсюда вид. Я еду куда-то вот наверх, ну и там еще гораздо выше. Посмотрим, что из этого выйдет. Вид на бухту, конечно, потрясающий. А еще отсюда видны соседние острова, которые принадлежат Греции. Кажется, самое время посреди эту красоту. Вот такая долина. Такая долина, с которой я поднимаюсь. И еще наверх еду. Там внизу море. Иногда тут есть удивленные машинки, когда меня видят. Жутко удивляются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я заехал на гору. Поднялся на тысячу метров над уровнем моря от нашей деревушки. Нормально, как говорится, продышался и пропотелся. Это было непросто. Мне кажется, это идеальная трасса, чтобы тренироваться. Вот. Тут на вершине, куда я забрался, дальше начинается перевал и спуск вниз уже. Это туда уже не поет, там уже следующая долина. Сейчас буду, скорее всего, разворачиваться и ехать обратно. Но тут на вершине, я думаю, самое время рассказать, во-первых, какая здесь красота вокруг. Есть долины, камни, леса. Кстати, пока поднимался, видел горных козлов и горных оленей. Еще рассказать, на чем я поднимался. Вот это мой велосипед. Батаглин. Шоссейный велосипед. Итальянского производства. Батаглин был такой итальянский велогонщик. Победитель, призер Тур-де-Франс, Жур-де-Италия. У него есть своя мастерская. Вот у меня велосипед из карбона. Он достаточно старенький, но очень боевой. Сейчас у них мастерская производства перепропилировалась на производство именно стальных шоссейников. У них такая политика. И они делают такие очень красивые, кастерные под заказ. Вот. Что еще? Карбоновая рама, карбоновая вилка, обвес 105 Шимана. Старенький, правда. Вот. Кассета у меня. Кассета, это вот этот набор звезд сзади. Она не очень подходит для того, чтобы на ней лазить по горам. Больше, чтобы вкручивать на равнине. Поэтому тяжеловато подниматься, но что поделаешь. Покрышки Швальбы Дюрана Дабл Дефенс. Очень ими доволен, потому что они защищают от проколов всячески. Вот. Хотя они не очень накатяты. На гонку я буду ставить себе другие, наверное. Вот. Очень люблю этот велик. Ни на что его не поменяю. Хотя он и не самый быстрый. Потому что я когда попробовал кататься на аэрошоссерах, на разделках, там конечно прям вкручиваешься. Вот. Ну я думаю в планах я поменяю покрышки в первую очередь, потому что у меня уже не подстерлись. Нужны новые. Потом, наверное, в каком-то скором времени я поставлю себе карбоновые колеса с высоким профилем. Карбоновый руль, карбоновый вынос, карбоновый подсидел, карбоновое седло. Вот. И когда-нибудь, когда у меня, поскольку у меня велосипедик достаточно старый, вся система старенькая и переключатели иногда немножко потупливают, иногда подклинивают. Есть такая опасность, что в один прекрасный момент переключатели заклинят и совсем сломаются, и тогда уже придется их сразу менять, а не чинить. Ну тогда поставлю новые. В общем, такой супер байк у меня. Вот. А сейчас будет новый челлендж. Надо будет с высоты тысячи метров спуститься к морю. Вот. Причем по горному серпантину с таким, с так себе подкрытием, скажем так, терпимая, но средняя. Вот. Не самая безопасная задачка. Ну попробуем сейчас. Невозможно просто взять, проехать мимо и не заснять эти виды. Кстати, вот этот вот полуостров, вот этот красивый, это полуостров, который Каш, такое модное, модное место. Там хорошие дорогие виллы и все-таки такое. А вон тот остров, вот этот большой, и вон тот слева поменьше, это два греческих острова. Принадлежат они Греции. Когда-то, собственно, в Каше жили греки очень много. Еще, кстати, интересно, вот на этом большом острове, который вроде как весь гористый, но на нем есть аэропорт. Он, конечно, для такой малой авиации, но, тем не менее, там есть аэропорт взлет-посадочная полоса. Ладно, поехали домой. Доброе утро. Я сегодня проспал в начале тренировки, потому что меня зачем-то без пяти шесть разбудили молитвами из ближайшей мечети. Я думал, они, походу, разное время все время молятся. Вот. Поэтому у меня сегодня будет не силовая тренировка по горам, потому что времени не очень много, а я сегодня еду кардио вдоль побережья. Если ехать от моего дома на запад, то всего лишь 110 километров и будет Фетхи. В принципе, можно... Но когда-нибудь, если очень будет большое желание, доехать туда-обратно. Но это получится 220. Но посмотрим. На это надо много времени, чтобы всем закладывать такое путешествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было какой-то красивый хребет слева. И это я доехал до соседнего города, который называется Калкан. И он, похоже, гораздо больше, чем наш город Каш. Это, в принципе, известно было, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было увидеть это своими глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Городишко такое тоже на горе, окруженный горавей со всех сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в Калкан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень большой город. Он просто огромный. По сравнению с нашим кашем он просто огромный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня катаюсь на велике и забрался на панорамную смотровую площадку. Он так называется. Потому что отсюда открывается потрясающий панорамный вид на весь Каш. Там пухта, на домике. Там был остров. Ехал из Каши в сторону Анталии, постоянно в горку пилил. Просто всю дорогу в сторону Анталии горка. Из-за интересного и примечательного места видел потрясающий, очень вкусно пахнущий хвойный лес. Еще собачий приемник, притомник, который открыли в этом году. Еще прикольно, поскольку я ехал в ту сторону, все время в горку, то когда развернулся обратно, стоял знак, что дальше 10 километров спуск с уклоном 6%. Вот я сейчас ехал с ветерком. Теперь еще надо осталось доехать до дома чуть-чуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!